Телекомпания ВИД представляет Правый и левый, на мой взгляд, укладывается в один очень принципиальный вопрос. Погубили ли деньги демократию в России уже навсегда? Здесь сейчас Юрий Болдырев, молодой питерский демократ из 70-х годов, соратник Явлинского, давший букву «Б» своей фамилией обвинению Яблоко. Ныне заместитель председателя Счетной палаты России, главный, наверное, один из главных борцов с коррупцией и воровством в государстве. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне не нужно отвечать на это? Нет, я думаю, что нет. Как всегда, много людей, которые собрались здесь в Останкино, которые хотят задать вам вопросы. Внизу мы установили камеру и мониторы. И я обращаюсь к тем, кто сегодня собрался. Вы сможете задать вопрос, но только один, потому что больше мы никак не успеем. Да, тогда единственное, если можно, я все-таки скажу, что я все-таки сам считаю не, как вы говорите, одним из главных борцов против коррупции и что-то. Я себя считаю человеком, который пытается содействовать здравому смыслу и нормальному государству, которое бы работало в наших интересах, а не куда-то на сторону. Вы говорили. Итак, Юрий Юрьевич, мне кажется, что в последнее время все теснее и теснее завязывается в какой-то общий узел. Деньги, политика, бандиты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп. Здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В розыске я никакого не был. Не был. Я был нормальный командирок. Это чисто политическая аферность. Потому что там ничего не соответствует расследованию судебного заседания. Вот, например, как история с Ксероксом, коробка из-под Ксерокса. Начинаем говорить о демократии, сразу подразумеваются деньги. История с этими выборами в Сибири, в городе Ленинске, Кузнецком. Говорим о выборах, получается, говорим о преступниках. В случае с Галины Старовой, то и то, и другое, и третье, на мой взгляд, только не могут никак право и лево договориться, могут ли они бороться с воровством вместе. И в этой связи, мне кажется, что все эти разговоры о коммунистах, о демократах, конечно, все-таки сводятся к деньгам. Вы поэтому ушли в счетную палату работать, да, из-за такой публичной политики? Ну, я считаю, что работа в счетной палате – это публичная политика. Политика не в смысле сиюминутной борьбы между этими самыми левыми и правыми. Не за то, чтобы дорваться до вот этого жирного пирога и резать его произвольно. А политики в смысле выстраивания цивилизованного государства, где пирог будет не такой жирный, потому что, скажем, тот же президент США Клинтон, он не имеет и десятой доли полномочий любого нашего губернатора, в части возможности произвольно резать пирог. В одного отнять, в другом дать. Вот при таком механизме обязательно будет страшная кровь, обязательно будет страшная коррупция и страшная преступность вокруг всего этого. Вот и снова. Я понял. А хочу вернуться к выборам все-таки в Питере. Вы у нас же человек из Питера, приехавший в Москву. Да нет, я вообще в Москве работаю. Вы не поддерживаете политическую версию убийства Галины Старовой? Это вы делаете в деньгах? Никто же не спрашивает мою поддержку. Мне она кажется крайне маловероятной. А какая вам кажется? Я же не следователь, я этим не занимаюсь. Хорошо. Если с нами на связи Санкт-Петербург. Добрый вечер, Владимир Анатольевич. С нами на связи губернатор Питерский Владимир Яковлев. Я хотел вам задать вопрос. Владимир Анатольевич, вот как только начинаются разговоры о выборах, любые выборы, начинаются разговоры о деньгах, о всякой политической грязи, колоссальные взятки, уголовное дело против Собчака, убийство вице-губернатора Маневича, наросово обменившее вас в нечистоплотности. Опять же, то, что я спрашивал здесь в студии, деньги важнее политики. Добрый вечер, Александр Михайлович. Не криминал идет, суть в том, что не криминал идет в политику, а политика рождает криминал. И мне кажется, что в Петербурге, после убийства Галины Старовой, то и многие так думают. Вы знаете, вот вы с Юрием Юрьевичем начало хорошее положили разговора. Я хочу только подтвердить, подтвердить, что как только начинается политика, так появляются деньги. В Санкт-Петербурге законодательное собрание, выборы. Вы правильно показали несколько эпизодов в других регионах России. То же самое повторяется и в Санкт-Петербурге. Для чего сегодня центральным структурам, партиям, движениям так активно надо входить в регионы? Вот, на мой взгляд, выборы должны проводиться одновременно во всех регионах. А сейчас посмотрите, сколько появилось различного рода имиджмейкерских групп, сколько появилось специальных структур, которые занимаются только лишь выборными компаниями. Сегодня они в одном месте, завтра в другом месте. Поэтому и создается вот такая ситуация, которую не понимают люди, которую не понимают горожане. И не случайно я обращаюсь к своим горожанам. Это имиджмейкеры? Я не думаю. Я говорю, что имиджмейкеры получают дополнительную работу, получают работу дополнительную те, кто занимаются на постоянной основе уже выборами. То есть сегодня нам нужно определиться и четко выполнить ряд положений правил, издав новые дополнительные законы. В том числе тот закон, который предложил Сергей Вадимович Степашин. Когда накануне выборов должны все-таки уточнить, с кем имеют отношение кандидаты в депутаты, чтобы не получалось так. Избирается депутат, избирается губернатор, избирается мэр. И сразу же его начинают обвинять в коррупции, во взятках и так далее. Хорошо, что хотя бы кроме журналистов теперь еще имиджмейкеры будут виноваты. Это я не против закона. Вы ждете еще плохих новостей до выборов? Вы знаете, не хотелось бы. Не хотелось бы. И мы сделаем все возможное, чтобы их не было. Вы знаете, Владимир Владимирович, мне кажется, то, что вы сейчас говорите, вообще-то очень важно, поскольку неделя у вас там горячая в городе. Вы приедете на Совет Федерации, я знаю, завтра вечером. Не могли бы вы завтра прийти в нашу студию сюда? И мы бы с вами подробнее об этом поговорили. Договорились. Спасибо. С удовольствием приду. Спасибо. Спасибо огромное. Тогда мы движемся дальше. Вот демократов обвиняют в том, что они страну разворовали. И, собственно, ваша работа заключается в том, чтобы выявлять, кто сколько украл. Правильно? Работа счетной палаты заключается в том, чтобы не выявлять, кто сколько украл. Это дело следствия. Выявлять, добросовестно ли работает власть на граждан. Нарушает на закон, расходует наши государственные деньги, нашу собственность в наших интересах по закону, или произвольно, незаконно. К сожалению, абсолютное большинство результатов проверок счетной палаты показывает. Не где-то там внизу, не где-то в субъектах Федерации, а прежде всего в федеральном правительстве массовые грубейшие нарушения закона, грубейшие нарушения правил бухгалтерского учета, незаконное использование бюджетных средств. И все это абсолютно безнаказанно. Я вот смотрю на название проверок, которые счетная палата проводила. Внешэкономбанк, Сбербанк, Калмыкия, Норильский Никель, МВД, даже правительство проверяли. Центробанк, правительство, опять правительство, еще раз правительство. Прежде всего федеральное правительство. И самые ключевые нарушения закона это стороны федерального правительства, разумеется. Рыба гниет с головы, и наводить порядок можно и нужно с головы. Кто? Что? Больше всех. Мы не ставим диагноз украл или нет. Мы ставим диагноз нарушил закон или нарушил. Самое крупное из того, что было за это время, это незаконное изъятие в 1995 году из федерального бюджета президентом и правительством через спортивную организацию, включая Национальный фонд спорта, свыше 37 триллионов рублей. Из них 32 триллиона рублей прошли через Национальный фонд спорта. 37 триллионов, когда тогда было свыше 9 миллиардов долларов. Это хватило бы и на здравоохранение, и на образование. И они исчезли? Они незаконно изъяты из бюджета, так называемые компенсации по таможенным платежам. Никто до сих пор не наказан. Вообще-то 9 миллиардов это сенсация. Это не сенсация, более того. Это было давно, мы два года об этом уже говорим. Обратите внимание на подачу информации. Даже когда об этом сообщается, говорится так. Национальный фонд спорта нанес государству. Вы говорят про миллионы все время. Не верно. 9 миллиардов долларов. Я подчеркиваю, не верно. Не Национальный фонд спорта. Президенты правительства изъяли эти средства из бюджета, в том числе и через Национальный фонд спорта. Другой пример вам приведу. Значит, Центробанк. А здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда вроде даже что-то формальное по закону, но закон был пролоббирован такой, который привел к этому. Кстати, вы сказали, что мы здесь с Елинским саратиком. Таким уж давно не соратники. Так вот, яблоком был пролоббирован, проведен через Думу закон о Центральном банке, которому я как раз тогда противостоял Совет Федерации, который позволил Центральному банку быть абсолютно бесконтрольным, абсолютно безнаказанным. Только на свои зарплаты работники Центробанка в прошлом году потратили свыше 7,5 триллионов рублей. Это практически столько же, сколько пошло из федерального бюджета на все прочее госуправление вместе взятое. Прошу, есть ощущение, что все-таки это не самое главное? Вот это самое главное, я скажу почему. В 95-м году, когда я объяснял вот это, 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 людям было непонятно. Люди не понимают, что такое Центробанк, зачем. Сейчас мы все обеднели раза в три. И надолго всерьез, не то что не черный вторник. И в этом есть серьезная ответственность не Дубинина, а тех, кто проводил такой закон о Центробанке. Я думаю, самое главное. Нет, я скажу, проблема не в том, что они много получили. Проблема в том, что из важнейшего органа госуправления мы получили некую Шарашкину контору с совершенно паразитной мотивацией высших должностных лиц на извлечение прибыли и расходов на себя. А это серьезно. Откуда же возьмется действительно поддержание устойчивости национальной валюты? Нет мотивов у тех, кто этим занимается. Вы так быстро размежевались в данном случае с Явлинским и так далее. Я думаю, самое главное. Безусловно, здесь ни о ком саранчестве не может быть речь. Нет, но я просто именно поэтому. Самое главное, это война в Чечне. Потому что это величайшее преступление последнего десятилетия. И если уж говорить о том, куда и какие деньги были истрачены, то надо говорить про это. Вот вы считали войну? Самое главное, это Конституция, в которой и в 93-м году было все ясно. Замечательная декларация, с одной стороны, о правах и свободах. И с другой стороны, тогда было уже очевидно, что механизмы работы власти нам гарантируют, что мы ни за что, в том числе и за войну в Чечне, с власти не спросим. С власти. И война в Чечне, это один факт, преступный, действительно криминальный. Свыше 11 триллионов рублей, это кроме всего прочего, было незаконно изъято в том же 95-м году из федерального бюджета, подчеркиваю, незаконно, на так называемое восстановление народного хозяйства Чечни. Это восстановление, а сколько было? На так называемое восстановление. И за это тоже никто не понес никакой ответственности. Решение принималось в коллегиальной процедуре. У нас и сейчас... Все же были, вот вы, я почему говорю, что вы размежевались. Вспомните, как все начиналось. Давайте я вам напомню некоторые кадры. Начало 90-х годов, демократы все вместе, город Грозный, знакомые лица, Бурбулис. Вот, посмотрите. Приехали те, кто больше, чем кто-либо, имеют право называться демократами и самыми отчаянными борцами с тоталитарным советским коммунистическим режимом. И у нас в голове никогда не было, чтобы возвращать вот в эти травмированные наши головы средства, против которых мы уже два года как можем боремся. У меня Юрий Юрьевич спросил, пока шел в короткий сюжет, для чего я это показываю. Я скажу, для чего я это показываю. Потому что вы так успели быстро размежеваться уже. Я показываю то, что пришли к власти люди, которым страна доверила свое будущее. Избиратели, у которых есть только надежда, у них нет квалификации проверять власть. У них есть надежда, что власть может сделать их жизнь лучше. Они голосуют. Прежде всего, у граждан должно быть достоинство. Это достоинство должно давать гражданам квалификацию. Квалификация заключается не в том, чтобы выяснить, что там в нюансах. Элементарно, добросовестна власть или нет. Информации об элементарной недобросовестности власти исчерпывающе достаточно. Но как только становится очевидным, запускается очередная страшилка, как в 1996 году. Вот страшные коммунисты. Еще что-нибудь проголосуем сердцем. Вот в чем дело. Значит, насчет размежевания все очень просто. Я думаю, что люди уже имеют опыт, чтобы отличать демократические ценности, механизмы, процедуры, выстраиванием которых мы занимаемся с одной стороны, и самоназванных демократов с другой. Это совершенно разные вещи. То, что мы сейчас показывали, с тех пор что-то изменилось, на ваш взгляд. Я думаю, что людям бесконечно будут навязывать борьбу между левыми и правыми, но проблема левее и правее не имеет никакого отношения к реальной проблеме, стоящей перед нашей страной, перед людьми. Мы с вами не умеем заставить власть работать в наших интересах. Мы уже научились ее контролировать. Мы создали независимую счетную палату. Еще три года из-за такого органа не было. Людям объективную информацию в принципе неоткуда было получить. Сегодня она есть. Сегодня не информация оппозиции, а информация конституционного органа. А вот дальше все буксует. Генеральный прокурор зависим от президента. Суды зависимы от президента. Правительство имеет право принимать решения коллегиально. Уголовный кодекс не карает за сам факт нарушения закона, нанесшего нам ущерба и так далее. То есть необходимо и здесь двигаться дальше. Без этого ничего не будет. Ваша нынешняя профессия в политике мне очень симпатична. Потому что политика все это наука точная. И если нет точности, то остаются только политические декларации. Я могу привести несколько примеров, которые действительно являются точными. Может быть только один. Один пример. Вот у нас есть компания суперкорпорации «Газпром». Хороший пример. Хороший пример. В 1996 году, являясь должником бюджета, то есть всех нас, перечислял деньги в избирательный фонд конкретного кандидата, главы государства Ельцин Борис Николаевич. Государственная компания, 40% акций у государства. За что получила отсрочку платежам в бюджет. Спустя некоторое время с «Газпром» был привлечен договор о доверительном управлении государственными акциями. Что это означает? Это означает, что самому «Газпрому» было передано право управлять им от имени государства. Объект управления получил право управлять сам собой. Да ему же за это еще и деньги платят. Что говорит генеральный прокурор? Мы потребовали от него выступить в суде с иском о расторжении сделки, привлечь к уголовной ответственности виновных. Что отвечает генеральный прокурор? Что? Он месяца три думал, затем отвечает. Обратились к президенту с предложением рассмотреть вопрос о расторжении договора. Все. Без решения проблемы наказуемости власти мы не сдвинемся вперед. Это главный вопрос, а не левее и правее. И приватизировать, и национализировать можно. Так, чтобы сдвинуть экономику, а можно так, чтобы убытки повесить на государство, а прибыли распихать по карманам. Это то, что происходит сегодня. Очень рад, что мы сегодня начали этот разговор. Сегодня же мы его продолжим с сыном Галиной Старовой, это уже во взгляде. Было бы правильный, кстати, вот может быть, то, что вы сказали про Газпром, нам вернуться с цифрами в руках, просто поговорить. Кого бы вы порекомендовали? Может быть, и счетная палата? Если вас интересует собственность, это аудитор Соколов. Если вас интересует Центробанк, не менее важная тема, аудитор Митрофан. У нас 12 аудиторов, и каждому есть, что сказать. Вы посодействуете, в общем, да? Только приглашайте, я думаю, они все ждут. Мы обещали нашим зрителям, тем, которые собрались сейчас около проходной, что они все-таки смогут задать свой один вопрос Юрию Юрьевичу. Пожалуйста, если есть такой вопрос. Около недели назад в газетах проскочила такая информация, что с точки зрения английских специалистов, около 15 миллиардов рублей седает в карманах российских чиновников. Долларов, не рубля, седает в карманах российских чиновников. Вот у меня вопрос, насколько правдоподобна эта цифра, и есть ли в России подобные похожие данные? Спасибо. 15 миллиардов больше, чем национальный ход спорта получается? Я думаю, все вполне правдоподобно. Главная проблема одна. В наших руках нет ни кнута, то есть жесткого наказания, поднаживания чиновника, ни вкусного пряника. Мы должны хорошо платить чиновнику, что сегодня не делается, и мы должны очень жестко его наказывать. Без этого невозможно построить нормальное государство, которое будет защищать наши интересы. Для меня вопрос о том, жива ли еще демократия, и выживет ли она в нашей стране, очень конкретный. Ответ он зависит и от того, какие люди будут приходить в нашу студию, и будут ли они отвечать на наши вопросы честно. Завтра согласился прийти петельский губернатор Владимир Яковлев, и я думаю, что будущее в этом смысле это еще и более точное знание о том, что на самом деле у нас с вами, Юрий Юрьевич, в стране происходит. Мы хотим это знать здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok